Наши солдаты, офицеры, военные, плечом к плечу полгода защищают страну и мирное население. Они герои, но и героям нужна поддержка. Президент объявил о частичной мобилизации. Мы вышли на улицу города, чтобы узнать, как горожане относятся к его решению, а также к тем, кто уже скоро присоединится к нашим солдатам. Ну, конечно, поддерживаю всех. И за, только за, и за нашего президента, за наших ребят, за нашу страну. У меня два взрослых сына, но я все равно поддерживаю частичную мобилизацию, о которой объявил президент. А почему? Я считаю, что нужно прекратить это безобразие, которое творится уже много лет, издевается над русскими людьми. Я считаю, что нужно защитить свой народ, и уже давно это надо было сделать. Ну, если такое решение было принято, безусловно, оно выверенное. И мы говорим о том, что сейчас именно частичная мобилизация, и мы говорим о полной мобилизации. Безусловно, такое решение вызвано объективной реальностью и, безусловно, поддержкой. Наверное, да. Надо, значит, надо. Поддерживаю. А почему? Ну, видимо, безвыходная ситуация. Считаете, что нужно принять? Наверное, да. Я так думаю, что мы не все знаем, что там происходит. Раз они принимают такое решение, значит, наверное, знают, что делают. Я думаю, да, потому что у нас как бы нет выхода другого. Иначе, ну, на нас нападут. А жителям, ну, спокойствие и мира. Мне даже их жалко очень. Поддерживаете вы решение о последнем России? Да, очень даже. Очень даже. У нас появится, вероятно, всего четыре новых субъекта федерации. Я все поддерживаю. Правильно Путин делает все. Нормально отношусь. Я думаю, что он больше знает, как нужно для нашей страны. Конечно. Ну, потому что надо защищать нашу страну-то от нечисти. Я поддерживаю нашего президента. Родину надо защищать и отстаивать ее интересы. Ну, я думаю, это долг мужчины защищать свою родину. Больше из нее добавить нечего. Если мне придется, я тоже пойду. Если придется защищать близких людей, конечно, надо их защищать. У меня двое детей. Как бы у них мама есть. Естественно. Он наш руководитель. Его решения, наверное, обоснованы. Той информацией, которая у него есть. Собственно, если мы доверяем президенту, значит, его решения абсолютно в этой части должны выполняться. Тем, к кому придут повестки в ближайшие дни, что можете сказать для смертности, для храбрости? Ну, в общем-то, у нас у всех есть священный долг защищать свою родину. Каждый на своем участке этим будет заниматься.